Приветствую всех на своем канале. Давно мы с вами не виделись, но у нас в стране были печальные события, поэтому как-то снимать даже не хотелось, но жизнь продолжается, живем дальше. Никаким врагам нас не одолеть. Занимаюсь своими делами дальше. Что меня сподвигло записать сегодняшний ролик? Ну, конечно, то, что я с вами давно не общалась, и вы его ждете. Сегодня буду рассаживать перец. То есть я вам показывала от момента посева до момента пикировки. Вот такие 300-граммовые стаканчики. Это джемини перец, вот такой уже. И время пришло для некоторых, уже квартирка маловато, поэтому надо пересадить. Буду пересаживать вот такие литровые горшки, и это уже будет до высадки в грунт. Больше я увеличивать им живоплощадь не буду, у меня просто места уже нет. Поэтому сейчас буду рассаживать, и будем с вами разговаривать. Так, у меня сегодня дебют, я сегодня с микрофоном, поэтому если какой-то звук там не очень, друзья, не судите строго, никогда не снимала с микрофоном, это вот впервые. Высаживать буду вот такой грунт, это мой любимый грунт, теравита. Сейчас я вам покажу, что действительно это он. Все время в него сею, распикировываю, рассаживаю, все в нем хорошо. Мне он нравится, поэтому там много про него пишут, но наш, который делают в Ленинградской области, грунт отличный. Не надо заливать, не надо на холодных подоконниках, нужно подкладывать что-то, и тогда ни пресси, ни ничего на нем не будет. Как вообще на любом другом грунте. Значит, ВКонтакте заходила. Ой, тут у меня ночью была переписка. Слушайте, сейчас столько пабликов ВКонтакте по поводу рассады. У кого-то черная ножка, может быть, в этом видео я тоже затрону тему черной ножки. Перец. Одна дама выставила фотографии перца, спросила, что с ним. Но там невооруженным глазом, опытному садоводу видно, там паутинный клещ просто буйствует. Господи, почитала, что там пишут в комментариях, друзья мои, я шалела. Думаю, если это вот это все применить, это лучше вот все выкинуть и купить в магазине перца готовые. Знаете, пиком что было, вот что советовали, что меня вообще возмутило. Одна дама посоветовала, вы свою рассаду поставьте на поддон, в духовку и там протравите. И никакого там у вас ни клеща, ни заболеваний, ничего не будет. То есть вы представляете, да, рассаду в пластиковых стаканчиках поставить на поддон, там в электро-газовую духовку и протравить. В общем, газовая атака, короче говоря. Я понимаю, еще грунт протравливают, но то, что вот и она пишет, эта женщина пишет, что она так делает. Но мне вот хотелось очень процесс это посмотреть. А у женщины всего лишь навсего паутинный клещ. На рассаде паутинный клещ. Там по листикам видно, там по каемочке. Ну, кто опытный, садовод, они знают, какие признаки паутинного клеща. Я написала ей, что паутинные клещи, там многие со мной согласны были, тоже свои комментарии оставили, что это паутинный клещ. И нужно обработать акарицидными препаратами, потому что поражение там уже приличное. То есть никакие там биопрепараты уже не помогут. Так у меня тут что-то летает. Оживили здесь, у меня тепло. Вот, значит, еще был совет один, который там другая женщина писала, дама. Обработайте, вот я даже написала, все забываю, как называется препарат. Значит, не надо никаких неакарицидных, ничего не надо. Это у вас, значит, и болезнь, и там еще что-то. Она посоветовала поливать вот каждый перец вот так, из пипетки. Вот представляете, она говорит, я вот так не поливаю ни леечкой, ничем, я поливаю сугубо из пипетки. Вот представляете, вот этот стаканчик из пипетки пролить. Ночь, наверное, надо сидеть, да, вот с таким. В общем, она посоветовала, что она все проливает и убивает паутинного клеща фитоспорином. Вот специально написала, потому что я им, друзья, не пользуюсь. Я знаю, что это очень хороший препарат, но это биофитофунгицид. Био-препарат, в общем, так сказать. Поэтому он, фунгициды, это против болезней, но никак не против вот этих биозакаляк, клещей, тли и всего прочего. Потому что тоже часто встречаю там, ой, у меня, говорит, завелась там тля в теплице, на перце. Пролейте фитоспорином. Люди проливают и говорят, ой, спасибо, мы ее всю сожгли. А почему сожгли? Потому что фитоспорин – это препарат, который на солнце им работать вообще нельзя. Иначе все сгорит. То есть надо работать в пасмурный день, либо уже поздно вечером, когда солнце зашло. Так что хороший препарат. Очень много мне писали про него, хорошие отзывы писали. Девочки, я вот, у меня как-то нужды не было им пользоваться, поэтому я не пользовалась. Так, сейчас начнем, да, все-таки рассаживать. У меня горшочки литровые. Мой маркер. Вот такой обыкновенный в строительных магазинах продается. Значит, что идет? Джемини. Так, Джемини. Джемини. Пять штук. Обязательно подписываю вот «Дже» и сколько штук? Пять. Потому что при высадке иногда часто забываю, сколько у меня штук. Так. И на дно всегда обязательно. Тут, видите, сколько отверстий. Ти-ди-ди-динс. Поэтому земля будет просыпаться. Поэтому на дно, вот я у внуков подворовываю, они там рисуют, какие-то отходы у них остаются. Вот эти листочки бумаги. Кладу на дно и какие-то дырочки, но не так, чтобы плотно забить, там пару дырочек остается, часть от них, и засыпаю туда грунт. Значит, вот если я не сказала, вот на этот тазик одна ложка столового пролонгированного удобрения у меня добавлено. Больше ничего. И грунт вот этот «Живая земля». Так. Где у меня леечка? Леечка далеко. Поэтому сейчас буду рассаживать без лейки, а потом полью. А вообще я делаю вот так. То есть полстакана, я примерно меньше, чем полстакана, треть насыпаю грунтом, проливаю его из леечки аккуратненько. Ставлю туда, ну, любое растение. Здесь у меня в данном случае перец. И вот здесь сверху я уже не поливаю. Я засыпаю землей и все. Пролит у меня обычно только низ. А верх у меня остается сухим. Так что, так, друзья. Ну, вот что касается перца. Поэтому, если вы видите на перце, что что-то там у вас нехорошо, скорее всего, потому что паутинный клещ очень любит перец. Особенно в рассаде. Это бяка-закаляка, это животное паутинный клещ питается очень хорошо перцами. И не слушайте, пожалуйста, никого, кто говорит, что паутинного клеща не бывает на перцах. Еще как бывает на баклажанах в первую очередь. Ну, и на перцах тоже фактически. Вот раньше у меня не было. Но со временем, когда стала сеять баклажаны выращивать, у меня появился и паутинный клещ. Ну, вот так это выглядит. Вот подписала. Все. Уже просторная ему квартирка, да, можно сказать, коттедж я ему предоставила. Расти, живи, блин, и радуй меня, чтобы все хорошо было. Чтоб урожаем меня порадовал. Так что вот, девочки, вот моя тут, видите, секретная лаборатория. Ой, в дом не хочу все это тащить, потому что грязи будет много. Опять, видите, на дно бумажку. Так, что у меня идет следующее? Смотрю. Каптур. Перец Каптур. Вот такой. Значит, пишу на стаканчике Каптур. Так, еще по поводу черной ножки. Ой. Каптур. Тоже пять штук. Вот, пишу пять штук, чтобы не забыть. Тоже сейчас все паблики, все это, знаете, а я сейчас на даче одна. Поэтому ночью у меня есть время поползать по всяким там сайтам. Черная ножка. Ну, черная ножка людей замучила просто. И я верю, друзья мои, я верю. Я знаю, что черная ножка – это напасть. Но хочу вам сказать, вот мое личное мнение, откуда берется черная ножка? Вот от меня, как от садовода, да, уже с очень... Несколько десятилетий стаж у меня, вот я вам хочу сказать, у меня черной ножки не бывает вообще. Потому что я к ней нашла подход. Что такое черная ножка, да? Это там заболевание, там ты-ды-ты, ты-ды-ты. Откуда берется? Я вам хочу рассказать вот на своем личном опыте. Так, вот видите, какая корневая система. Все. Все, Каптурчик, ты у меня будешь жить в просторном, в просторном коттедже. Значит, откуда берется черная ножка? В первую очередь, вот отсюда и вот отсюда. Неправильные действия, неразумные действия. Почему? Не обижайтесь, я вам сразу об этом скажу. Когда-то давно, когда вот у меня начиналась дача, у нас еще не было машины, сын был еще там совсем маленький, да? То есть у меня квартирка в городе небольшая, но вот окон мне не хватало. Рассады я выращивала много. У меня у мамы были теплицы свои и выращивала на маму и на себя. Но сильно вот так вдавливать вот здесь не надо. Все-таки корням нужен простор. Земля потом, она сама утрамбуется. Видите, какая? Ну, красотулька же, правда? Красотулька. Так, и, значит, места у меня не хватало. И рассаду я частично, половину у меня выращивала мама у себя на окне здесь, в квартире, а половину выращивала у нее большие подоконники, а половину в городе выращивала я. Земля была вся вот такая. Я только в нее высевала, и маме привозила такую землю. Значит, мне звонит мама, она сеет у себя там томаты, я выращиваю перцы и там какие-то элитные томаты, которые, значит, маме не доверяла. Мама звонит, Вера, что делать? Троливали, троливали. В общем, рассада вянет вся. На окне, ну, думаю, все, она сажала в тот же день, как и я. Ну, вянет, да? Я маме говорю, ну, мам, ну, если вянет, значит, наверное, полив плохой, полей получше. Она говорит, вот я полила, она вянет еще больше. Я говорю, ну, подожди, я там в выходные приеду и посмотрю, что с рассадой вообще. В общем, пока наступили выходные, я вам говорила, что дача у меня в 100 километрах, машины не было, и я не могла там вот так по щелчку туда приехать. Значит, приезжаю, смотрю, у нее посажены рассадные ящики было. До пикировки вся рассада, ну, вот эта черная ножка, да, она ее всю сразила. Значит, смотрю, она вот грунт плохой. Вот такой, говорит, грунт теравит. Я думаю, ну, действительно, там уже про него начинали говорить, что там что-то плохо. Думаю, действительно, грунт плохой. Значит, я меняю грунт, привожу ей другой грунт, она сеет, и все то же самое. Благо, у меня мама сеяла рассаду рано, то есть время позволяла. Она сеет, все то же самое. Так, ничего не пойму. Девочки, и потом до меня доходит. Я подхожу к подоконникам. У нее тогда еще были обыкновенные, у нее здоровые окна в квартире. Не пластиковые, а обыкновенные вот эти деревянные окна. Ставлю руку на подоконник. То есть не просто вот так потрогали, да, а вот так подержала. Боже, как там дует. Там так дует. Получается, что вот эта земля, она в этих рассадных ящичках, она ледяная, потому что никакой прокладки на подоконнике от окна нет, защищающей от подоконника. И плюс она, так как она вянет рассада, то есть первое, что действие у мамы, да, поливать. Она падала, вот так заваливалась. Значит, поливать. Она ее поливала, то есть холодный грунт вот этот поливался землей, влажная, влажный вот этот субстрат, ледяной влажной ком земли. Что там, корни там не развиваются, ничего не дышит, естественно. Welcome, черная ножка. И вот когда это я поняла, все, значит, мама потом дальше, ну, в факте, и все, у нас там уже появилась машина, мама дальше не выращивала рассаду. Рассаду выращивала всегда я. Что я делала? У меня стеклопакеты в квартире. Я на подоконник всегда вот эту, знаете, шумку такую подкладывала, которая под ламинат идет, в несколько слоев, и немножко вот так заходя на окно, то есть отделяла окно, подоконник сам, чтобы было тепло. И вот так я, пока у меня не было стеллажей, вот так я выращивала рассаду. И никогда никакой черной ножки у меня не было. Потом я еще тоже слышала такое, значит, что одна дама говорила, вот я вот на эту грядку ничего не могу сажать, высаживать, потому что у меня здесь бушует черная ножка. Девочки, черная ножка бушует там, где плохо сделана, не приподнята грядка, где влажная, сырая, холодная, утрамбованная, плотная, без воздухопроницания почва. Вот там будет черная ножка 100%. Поэтому, знаете, когда знаниями вооружен, у тебя тогда вот таких промахов не бывает. Поэтому я даже когда астру высаживала, я помню, все тогда кричали и говорили, у меня знакомые, и все, что Вера, астру, ой, не выращивай черная ножка, ее там покосит. Ничего у меня не погоняло, ничего, все было нормально. Потому что выращивала, уже давно знала, что нужен теплый подоконник, чтобы грунт был теплый. И поливать вот не сразу ледяной водой из-под крана, а, конечно, чтобы вода вот в квартире, она отстоялась и была комнатной температуры. И даже желательно немножко вот для перцев, знаете, такую хитринку я делала, я воду немножко, ну, тепленькую добавляла в нее, чтобы теплой водой поливать. Поэтому никакой черной ножки нет. Вот берите на вооружение. Черная ножка там, где холодно, утрамбованный грунт, много влаги, нет воздухопроницания в грунте, где постоянный холод, потому что вот у меня даже стеклопакеты в квартире, я на окнах рассаду, девочки, не выращиваю, она у меня вся стоит на стеллажах. Почему? Ставишь вот так ручку, вот поставьте ручку там, у меня хорошие дорогие стеклопакеты, все равно через, вот держим руку, и через какое-то время ручка замерзает. Потому что все равно там, где открываются окна, и даже где стыки вот эти идут, все равно идет холодный-холодный воздух оттуда. Потому что рассаду мы же начинаем сеять, когда вот перцы, да, в феврале, например. Кто-то вообще в январе начинает высаживать. Поэтому, в общем, еще раз говорю, черная ножка вот здесь от неправильных действий, и вот здесь от незнания. Ну, надеюсь, может быть, кому-то я что-то там помогла, надеюсь. Надеюсь, а может быть и нет. Так что вот такие дела. В общем, дальше буду высаживать. Думаю, уже, наверное, вам не очень интересно. Вот мой весь перчик, который мы с вами сеяли. Поэтому я вам показываю процесс от семечка. Скреплю, извините. Вот. Это маленькая рассада, есть побольше. От семечка до уже высадки в грунт. Ну, естественно, в теплицах я тоже показываю. Поэтому вот так просто сидеть за столом, вещать и говорить, надо вот так, надо вот так. Или какие-то супер-умники там, знаете, в пабликах вы встречаете. Поэтому не надо вот это. Там человек, который советует, писать в духовку, засуньте рассаду в духовку и прогрейте ее. Я в шоке просто. Ну, ладно, там я вот опытный, там вы, там опытные садоводы, а кто вот новенький, молоденький? Или подумает, да ну, если человек делает, дай-ка я тоже это попробую. Потому что и блогеры все, да, мы же вещатели, и вы смотрите и повторяете. Правда, честно, не у всех. И у меня тоже многое не получается. Вот я на кого-то смотрю. И я, ну, на некоторых я уже заранее понимаю, что эта операция обречена на неуспех. Потому что не бывает того, чего не бывает. Так что, друзья, как у вас погода? У меня вчера была весна-весна. Я уже тут такая, знаете, без шапочки, тыры-трали-вали, эти летели. А сегодня холодина. Муж звонил, говорит, так, иди-ка ты печку топи. Говорит, такой холод, я говорю, не буду. Мне как бы нормально, мне хорошо. На кухне у меня там всегда все тепло. Дверь открою, да и все прекрасно. Не буду печку топить. Нехацэ. Так, что у меня здесь? Джеймине тоже идет. Как у вас погода? Листья вчера убирала. А завтра у нас обещают снег. И там что-то до минус девяти мороза. Все, друзья, на этом все. Значит, сейчас я подкармливать перец ничем не буду. Недельку он у меня простоит. И дальше мой любимый монофосфат калия по листу. Мне там писали, что не надо, а это мой опыт. Я так много лет выращиваю. Я на рассаду, я под корень свою не поливаю овощную. Я ее подкармливаю по листу. Дальше буду рассаживать петуни. Он там цветет. У меня уже ретвелюрчик. Как-то, знаете, с переездом. Немножко я упустила это время. Башку ей снесу, отрежу. Все, мои хорошие. Всем мира, добра, здоровья. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok